А накануне состалась встреча предпринимателей с заместителем главы администрации города и врачом-эпидемиологом для обсуждения эффективной профилактики распространения коронавирусной инфекции в местах массового посещения и рабочих коллективах. В городе сформирован оперативный штаб, главная задача которого – взаимодействие с различными уровнями власти Российской Федерации, Ямал-Ненецкого округа, общественными объединениями, организациями, юридическими лицами, предпринимателями и гражданами о недопущении распространения коронавирусной инфекции на территории города. В случае заболевания коронавирусной инфекции в нашем регионе сегодняшний день не зафиксировано. Это официальная информация. Ямал не является закрытой территорией, а значит и возможность проникновения инфекции не исключена. Следовательно, мы должны для сохранения своего демиологического благополучия неукоснительно исполнять рекомендации как главного санитарного врача Российской Федерации, так и все предписания Роспотребнадзора и Центра гигиены и гигиенологии автономного округа. Особое внимание уделили общественному питанию. Бар, кафе, ресторанам, иным предприятиям общественного питания и досугового характера предусматривающие тесное размещение посетителей, организовать работу таким образом, чтобы обеспечить расстояние между посетителями не менее одного метра. Обеспечить руку с посетителем в зону служивания только после мытья рук с мылом, а также с обработкой кожными дезинфицирующими средствами. Отдельное внимание уделили сотрудникам, имеющим респираторные заболевания, повышенную температуру тела, а также вернувшимся в течение последних двух недель из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом. Настоятельно рекомендовали посетителям старше 60 лет воздержаться от посещения заведения общественного питания. Выполнять рекомендации Роспотребнадзора по дезинфекции помещений и инвентаря – отдельный вопрос избежания торгового дефицита. – Исключить ажиотажный спрос и дефицит. Подчеркиваю, ажиотажный спрос и дефицит. Прекратить панику в этой части. Прошу хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную торговую продукцию питания, проводить мониторинг спроса на продукты в ежедневном режиме. Все перечисленные меры показывают уверенный контроль за эпидемической ситуацией на территории Лабытнанги. Дмитрий Мавдрих, Дмитрий Свирид, программа «Время местное».